В Брагинской пятиэтажке изменения уже произошли, правда жильцы им не рады. На улице Оттепель в доме потоп. Хрущевка в Ярославле протекла до первых этажей. Проблемы выявились у жителей дома 27 по проспекту Дзержинского. Люди жалуются на ежедневные ручьи в родных стенах и испорченный ремонт в квартирах. На месте сегодня побывал Игорь Шевченко. Весна в этом году приходит строго по расписанию. Днем установилась стабильно плюсовая температура. Сугробы стремительно оседают. Для жильцов этого дома ситуация выглядит немного по-другому. Все потому, что снег тает на крышах, а вода стекает в квартиры. В январе почистили крышу. И после этого потекло. Ну это шов видно ведь. И по шову, наверное, что-то сделали лопатами. Вот. Этот в углу у меня чуть-чуть было еще раньше. В углу. А теперь вот здесь. А потом еще и по окну потекло. И на кухне то же самое. И вот в этом месте все это. Вот то же самое. Жильцы признаются, подтекало и раньше. Но в этом году стало гораздо хуже. Кому-то пришлось проснуться в воде. У нас на балконе дождик вообще был. И здесь потекло все. То есть, поскольку это было ночью, мы сразу это не заметили. Проснулись. Посреди ночи у нас почти колотка воды. Наполовину пола. Все. Стали все убирать. И вот, как бы покапывает, покапывает. Самое интересное то, что вода беспрепятственно достигает самого низа. Люди удивляются. Жильцы первых этажей никак не ожидали у себя такого мокрого сюрприза. На первый этаж первый раз. Проснулись ночью, субботу на воскресенье. Просто капало. Капало, капало. Ну, лужи, соответственно, убирали. Ну, не сразу поняли сначала, откуда вообще капает. Потом вот обнаружили, что по стенам течет. С утра вызвала аварийку. Думала, соседи топят. Вот аварийка прошлась по этажам. Сказали, все пять этажей топит. Это идет с крыши. Ситуация не из приятных. Тем не менее, управляющая компания утверждает, что выполняет свои обязательства в полном объеме. А причина протечек, по мнению специалистов, не худая крыша, а самовольное вмешательство в инженерные конструкции дома. Попросту неправильно застекленные балконы. Вся конструкция у меня здесь с собой, и даже акты, она встроена в межпанельные швы, из-за чего нарушается целостность швов. Когда собственник не очищает свой козырек, соответственно, идут протечки, вода дырочку находит. Что мы получаем? Течет с пятого по первый этаж. Судя по всему, теперь определить, кто прав и что стало причиной потопов в квартирах людей, смогут только надзорные органы. Жильцам остается документировать каждую протечку и понесенный ущерб. В любом случае, управляющая компания станет разбираться с покрытием крышей и швами только с наступлением тепла. А до таяния снега может только почистить кровлю по заявкам жильцов. Освобождать от снежных маск козырьки балконов обязанность собственников. Игорь Шевченко, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости.